добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение недельной главы хукат и мы находимся в последнем году в пустыне события у нас закончились в прошлой нашей беседе на том что мы нашли место очень непонятное написано в аге в суфе и потоки арнона мы смотрели что суфе это все-таки это чудо на красном море когда всевышний раскрыл перед нами море и мы прошли это чудо а потоки арнона это когда на нас напали эмреи и майовитяне одни с одной стороны горы другие с другой всевышний сдвинул эти горы их уничтожил и нам вынес поток амарон который прошел через эти горы вынес останки этих тел и мы увидели какое чудо для зел всевышний после этого написано что мы двинулись колодцу сына израиля из колодцу к тому колодцам о котором сказал бог обращаясь к маше собери народ и я дам им воды это не что иное как кадеш пустыня цена наши кадеш и мы пели песню наполняйся колодец колодец который вы выкопали князья князья это машей и агрон наши мудрецы говорят выкопали посохами своими из пустыни двинулись они в мотану пишется вот она это дарование так разбирают наши мудрецы из мотаны в нахлили 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 это наследие в боге а знак леля в бомот это высоты а потом двинулись в долину которая степях маава в полях маава на вершине пизги что видна над пустыней это место где умирает машин мы знаем последствии и написано что мы отступили от наших братьев сыновый сава всевышний запретил нападать на эйсава после этого мы должны были идти по территории маава но маав мы знаем нас неприветствовал встретил напали вместе с эмараеме на нас но всевышний сказал не враждуй с мамов не затевай с ним войны ибо я не дам тебе и земли его не пяде потому что всевышний пообещал эту землю потомкам лота мау и омону трогать не можем и написано что здесь прежде жили имим народ великий и всевышний их уничтожил они были большие как великаны потом рефаим там жили не тоже считали с великанами но всевышний их уничтожил а где это он их уничтожил а мы с вами считаем когда а врагам это глава лыхлых а получил от всевышнего наследие 15 царей 4 вавилонских царя нападают на 11 царей конечной битвой было четыре царя с пятью и всевышний всех бросил под ноги а врагаму плюс египет который испугался врагам и даже фараон дарит врагам его будущую жену гагар египтянку и вот здесь и выше все это говорит я для вас победил этих всех царей и вы должны выполнять то что я сказал потомков лота вы не трогайте и эйсава вы не трогайте потом расписано время время от кадеш-барнеа до того времени пока мы не переправились через поток зерет написано было 38 лет кадеш-барнеа это не что иное как пустыня паран откуда мы пошли в разведку называется еще ритма в главе массы и кадеш-барна называется гиги дворин вот через 38 лет мы переправились через поток зерет долина зерет и поток зерет это место где впадает мертвое в море этот поток впадает мертвое в море вот где-то находится особо мы не знаем но если берем 38 лет мы прибавляем от того места где мы пошли в разведку да мы пошли в разведку во втором году и написано что мы плакали в ночь на девятая ава то есть а в это пятый месяц плюс еще потом мы пошли воевать на всех этих царей бросились на сихона с огам тогда бросились на амалека часть этой сава естественно сихон то время завоевал часть страны маава естественно маавитяне были в ихнем пощадении пол страны он их не забрал наверное не знаю сколько но огромное количество и естественно набросились мы тогда еще на 31 окна нейского царя всевышний нам запретил туда ходить мы все равно пошли это нас папа нас он все равно выручит так и получилось мы без единной потери с ними воевали всевышний их очень сильно перебил тогда но мы тоже вернулись покусанные если искать все равно будете в пустыне жить 40 лет как я сказал вот так и теперь всевышний говорит вы нападайте на сихона затевайте с ним войну нападайте на его мы приходим в это место к его границе и послаем посланника посланники говорят сихону что пропусти нас через твою страну мы пойдем по положенные дороги мы пройдем не тронем ничего у тебя как поступили с нами сыновья эйсава и моавитяне они нас пропустили это мы так задираемся сихон же четко знает что эйсав вышел с мечом и дал нам пройти и и потом келота тоже не дали нам пройти сихон выдающаяся личность мощнейший великан который вообще никого не боялся канонейские цари платили ему дань и он охранял эти их не а граница была неприступной и он нас не пускает он не хочет нас выпускать тем более что мы его обманули мы его разозлили этим как это можно такое говорить кто он такой был он был по разными дальше говорят по-разному 1 мидража говорит что он был одноутробным братом великана оха он был такой громадный что он не вместился в ковчег другой мидраж говорит это в книге цельная урайная прочел пишется что когда жена хама зачала в ковчеге то что все вышли запретил то она зачала от падшего ангела и хам взял ее вину на себя что это от него чтобы ее позор скрыть вот она получается родила этого сихона царя эморейского будущего еще мидраж один говорит я его не читал мне один человек рассказал в днепре говорит что это сын бога сихон ну что нам известно что он был великаном никого он не боялся и он на нас набросился естественно это были войны бога и мы его разбили разбили сихона его убили никого из его народа не оставили так как сказал всевышний так мы и сделали после этого мы подошли к башану и против нас выступает ох царь башан кто такой ох царь башан это не просто какой-то человек великан он был мудрецом торы мидраж пишет что это никто иной как раб аврагама элиэзер и написано в той войне когда дрались четыре царя с одиннадцатью что только ох уцелел из всех рифаим то есть его народ перебили четыре бавилонских царя а ох уцелел и когда а врагам пошел выручать своего родственника племянника своего лота то он взял с собой триста восемнадцать учеников воспитанников и набросился на этих царей в рассыпную бил их и маши мудрецы вы считали что значение этого слова триста восемнадцать это элиэзер так он одного этого элиэзера лога направил на них и он один передавил все эти четыре вавилонские армии и побил их забрал лота в общем в руках аврагама он победил их когда он был со своим народом с рифаим с великанами они просто проиграли войну их перебили всех перебили эти вавилонские цари но когда благословение всемышний войдет то он перебил и аврагам говорит не врагам а маше что-то говорит я боюсь его он говорит и боится всевышний говорит не бойся его в руки твои отдаю я его потому что он думал разум столько лет прожил и он высокодуховный так как он был преданным слугой а врагам и элиэзером но когда умер а врагам то и он отошел отошел от торы отошел от исполнения заповедей и теперь он для нас уже не страшно хоть он и живет наверное 800 лет на земле и мы на него напали естественно без единой потери всевышний все сделал и убили мы его убили его убили его народ и забрали себе все эти земли земли эморейские сихона и ого естественно часть моава которую сихон до этого завоевал до потока арнон тоже нам досталось на сегодня наш урок заканчивается урок был дал за понятие души яков бен нахом владивир бен григорий павел длинефим хая малка бат йосиф мира бат аврагам роза бат михаэль самуил бен держ памяти ури бен харитон мендель бен мендель за здоровье светлана ватклара шимон бен-эцхак борис бен сия мари анна бат риска полина пер от бацони сура ли набит лара жени мат и да анна бат и лена евгений бен софья 2 работ мерям моисей бен не ва эмариore на во д accompli ра юстиан ra solar ее борисе и конец евгений бен бирта и бен бета фиро hunander技 бен и лена лиор бен клара замазывал порноса сгула и набат ура анна common ANY а р�니다 уль за здоровье один бен тотьяна юли бот бева за хороший дух euremint Если есть желающие, пишите имена, за кого надо молиться. Мы, когда читаем Тору, что Всевышний дает благословение, работает. Люди говорят спасибо. Как-то это работает. Всем все самое на лучшую. Надеюсь, встретимся завтра. До следующих встреч.